Здравствуйте и не пугайтесь, ваши мониторы и телевизоры исправны. Просто вы смотрите большое интервью, в котором не будет буквально ничего лишнего, даже цвета. Только герой, только человек, который интересен нам и, надеюсь, будет интересен вам. Сегодня это Елена Сладкова. В прошлом году, все знают, что дети уходили в обсервацию двухнедельную, то есть вместе с сотрудниками. Родители не пускали даже к забору, то есть нельзя было. То в этом году мы, в принципе, вернулись, по сути, к двухлетней давности организации летней оздоровительной кампании. Мне бы хотелось, конечно, обратиться к родителям, чтобы в любом случае, прежде чем своего ребенка отправлять в лагерь, они убедили, что лагерь для детей безопасен. То есть это даже не в интересах каких-то служб, это в интересах родителей. Безопасно ли это по качеству питания, по пожарной безопасности? Поэтому вопросов крайне много. Если мы такие лагеря выявляем, мы, конечно, стараемся их закрыть. Вот в том году это был один случай, в этом году уже порядка по 7 или 8 организациям мы направили соответствующие запросы в правоохранительные органы. Поэтому хотелось бы еще раз родителей предупредить. Здравствуйте, Елена Анатольевна. Спасибо вам огромное, что нашли время, стали гостем нашей студии. Наверное, первый вопрос, который хочется задать, это тема, которая касается вообще всех родителей. Что в этом году с детским отдыхом? Когда родители смогут отдохнуть от детей? Ну, детский отдых у нас начался, конечно, с начала года, были весенние каникулы, но основное – это, конечно, летняя оздоровительная кампания. То есть она у нас стартовала 24 мая, когда открылись первые, так называемые, загородные лагеря и приняли первых ребят. На сегодняшний день у нас уже 30 загородных лагерей, 730 лагерей дневного пребывания. Палаточный лагерь уже, кстати, даже завершил первую смену в Самородово. То есть летний отдых, оздоровительный, идет полным ходом. То есть ребятишек мы берем, то есть в лагеря они заезжают активно, то есть где-то уже вторые смены начинаются. Поэтому, в общем-то, летняя оздоровительная кампания, можно сказать, успешно стартанула. Детский отдых, современный, летний, он какой? То есть вы уже начали говорить, что есть даже палаточный лагерь. То есть какие направления, какие виды, какие, может быть, я не знаю, необычности готовы Оренбужья нашим детям предложить? Ну, наверное, благодаря тому, что ковид, не скажу, что побежден, но, в общем-то, он уже, мы знаем, как с ним жить. В этом году даже для лагерей есть определенные послабления. Вот, поэтому, если в прошлом году, ну, все знают, да, что дети уходили в обсервацию двухнедельную, то есть вместе с сотрудниками, родители не пускали даже к забору, то есть нельзя было, то в этом году мы, в принципе, вернулись, по сути, к двухлетней давности организации летней оздоровительной кампании. То есть лагеря работают с полной загрузкой, родители могут посещать, то есть разрешены на свежем воздухе мероприятия несколькими отрядами. Вот, у нас в этом году полностью практически работают все загородные лагеря, то есть, как я сказала, 30 уже начали свое действие, 48 лагерей у нас в реестре, то есть это те, кто тоже продолжит свое действие в июне, в июле, то есть начнут работать. А у нас максимально работают, то есть у нас реестр вообще увеличился по сравнению с прошлым годом, порядка там на 100 лагерей дневного пребывания, то есть эти лагеря тоже все, то есть уже сейчас вот 700 с лишним лагерей, 800. Планируется будут работать и дальше, поэтому, в общем-то, мы с таким хорошим заделом разнопрофильного отдыха подошли и планируем, что у нас где-то порядка 150 тысяч детей, то есть будут охвачены всеми формами отдыха и досуга вот в эти три летние месяцы. Но единственное, наверное, хотелось бы о чем сказать, что в связи с тем, что ограничения определенные и сняты, мы уже сейчас наблюдаем, что есть ряд лагерей, которые, в общем-то, игнорируют требования действующего законодательства. То есть у нас лагеря, которые не входят в реестр лагерей, их работа запрещена на территории Российской Федерации, но, тем не менее, есть такие определенные поползновения, где как таргетированная реклама в соцсетях идет, что там в тот или иной лагерь приглашают, а по сути лагерь не в реестре, то есть работа его запрещена, потому что он не прошел требования санитарного надзора, то есть пожарного надзора, антитеррористической безопасности. Поэтому мне бы хотелось, конечно, обратиться к родителям, чтобы в любом случае, прежде чем своего ребенка отправлять в лагерь, они убедили, что лагерь для детей безопасен. То есть это даже не в интересах каких-то служб, это в интересах родителей, их детей, чтобы они спокойно могли заниматься летом какими-то своими делами и знать, что их ребенок будет в безопасности. В санитарной безопасности, в антитеррористической безопасности, в пожарной безопасности, что лагерь, в котором ребенок получает услуги досуга, отдыха, где-то оздоровления, он действительно пойдет ребенку на пользу. То есть все те организации, которые вошли в этот реестр ежегодно, их перед началом работы обследуют, проверяют, вот как это выглядит, насколько это тщательно, или, ну, это, в общем, такая достаточно нормальная... Возвращение в реестр, это, в общем-то, можно сказать, разовая акция, да, для того, чтобы войти в реестр, получают лагеря санитарное заключение в любом случае, но перед каждой оздоровительной кампанией, когда лагерь планирует работать, да, то есть будь то круглосуд, круглогодичный лагерь, или это лагерь дневного пребывания, который работает только летом, либо это загородный, но тоже работающий только летом, то есть в любом случае каждый лагерь должен пройти приемочную комиссию, да, то есть потому что в реестр его включили единожды, он в реестре находится, но комиссия, в состав которой входит тоже и Роспотребнадзор, и Пожнадзор, вот, и Росгвардия, накануне еще раз смотрят, да, то есть перед тем, как подписать этот акт приемки, о том, что, да, лагерь соответствует всем требованиям и нормам, и только после того, как вот эта муниципальная межведомственная комиссия лагерь приняла, он фактически может начинать работать, но в любом случае мы призываем именно всех тех, кто такие несанкционированные лагеря организует, все-таки войти в реестр, да, то есть подтвердить свою безопасность лагеря, для детей, и только после этого уже начинать активные действия. Смотрите, регулируется ли как-то количество сотрудников, кто приглядывает за детками и так далее, ведь, ну, по сути, это тоже очень важный момент, да, то есть может быть некая частная фирма, рога и там, копыта, да, которая даст эту рекламу, родитель ребенка отдаст, будучи уверенным, что все нормально, да, а там будет работать одна Маша, которая только позавчера в 18 лет стукнула. Ну вот про что мы и говорим, что когда лагеря находятся в реестре и проходят приемку, да, то есть каждая служба проверяет свою составляющую. Во-первых, каждый лагерь, да, работает с той или иной программой, которая является именно познавательной для ребенка, да, то есть которая в нем воспитывает, ну, каждая программа, кто был в лагерях, знает, да, каждая смена, это какое-то свое направление. Но в любом случае общая тенденция каждой программы, она проходит через управление образованием, министерство образования, да, то есть определенные тоже комиссии, которые просматривают и утверждают ту программу, по которой работать будут лагеря. Уже остановилось на том, что все санитарные требования тоже проверяются, то есть педперсонал педагогический, который там работает, да, он в любом случае накануне тоже проверяется через Росгвардию, через сотрудников этой организации на отсутствие судимости, да, то есть по тем статьям, которые не позволяют работать с несовершеннолетними, то есть еще раз повторюсь, что те лагеря, которые в реестре прошли комиссию, они, родители, может отдавать детей туда спокойно, они для детей безопасны по всем фронтам. Реестр этот открытый ли он, может ли родитель, я не знаю, загуглить, найти и поискать? Да, он для того и существует, чтобы родитель мог зайти, то есть он есть на сайте нашего министерства, то есть зайти и посмотреть, какой лагерь находится в настоящий момент в реестре. То есть есть лагерь в реестре, все, то есть туда можно спокойно отправлять ребенка, он безопасен, то есть он принят, и детский отдых не будет омрачен какими-либо чрезвычайными происшествиями. Были ли какие-то жалобы от родителей именно вот на эти незарегистрированные, ну, псевдолагеря, не знаю, как правильно это назвать, или пока еще не было, но, в общем, это... Я бы так сказала, да, то есть не было, но просто в этом году мы очень активно работаем с несанкционированными лагерями, и там, где мы даже видим рекламу, где еще даже заезды не начались, мы уже совместно с прокуратурой, то есть Оренбургской области все это просигнализировали, то есть стараемся все-таки, чтобы отдых не был омрачен, да, то есть какими-либо происшествиями. В прошлом году, то есть была ситуация, когда один из лагерей нам приходилось, даже несмотря на то, что все были закрыты, да, то есть один такой лагерь пришлось закрыть, вплоть до вынесения решения суда в отношении этого лагеря, потому что, ну, действительно, это для детей было небезопасно, потому что обычно это проводят же те организации, где питание организуется какое-то привозное, да, или детей куда-то там везут и направляют. Непонятно, в каких стенах это происходит, да, то есть безопасно ли это по качеству питания, по пожарной безопасности, поэтому вопросов крайне много. Если мы такие лагеря выявляем, мы, конечно, стараемся их закрыть. Вот в том году это был один случай, в этом году уже порядка по 7 или 8 организациям, да, мы направили соответствующие запросы в правоохранительные органы, поэтому хотелось бы еще раз родителей предупредить, зайдите в реестр, убедитесь, что этот лагерь безопасен для ребенка, и только после этого уже решайте, отправлять туда или нет. По ценам, если можно, потому что вопрос тоже, ну, в общем, волнующий, всегда, в любые даже очень благополучные, наверное, времена. Сколько в среднем сейчас стоит детский отдых, и кто имеет, так скажем, право на какие-то скидки, на какие-то льготы, на какое-то удешевление путевки? Ну, так скажем, стоимость определяет каждый лагерь самостоятельно, да, то есть есть ли это муниципальные, лагеря, то они, в общем-то, практически по стоимости равны той стоимости средней, которая утверждена постановлением правительства. Если это частные, у них, конечно, стоимость повыше, но мы утверждаем среднюю стоимость путевки для того, чтобы предоставить родителям господдержку в виде сертификата, которым могут воспользоваться, в принципе, все родители, но сертификаты, они у нас есть стопроцентные и 50-процентные. То есть стопроцентные – это дети одаренные по линии различных ведомств, здесь мы квоту отводим Минобру, Министерство культуры, Министерство спорта, то есть в зависимости от того, где ребенок одарен, дети в трудной жизненной ситуации, да, то есть это дети с неполных семей, то есть это дети с опекунских семей, дети-сироты, вот там, где, соответственно, мы работаем, наши комплексные центры, по тому, чтобы дети получили сертификаты, и 50-процентные сертификаты, то есть это для тех, у кого доход превышает полуторакратную величину прожиточного минимума, среднедушевой доход, то есть на члены семьи, и в данном случае тоже два пути, то есть можно заявиться и через комплексные центры, если родители не работают или работают за пределами Ренбургской области, либо в своей же организации в период заявочной кампании, он проходит с 1 августа по 1 декабря, то есть тоже обратиться в свои там профсоюзные организации, вот если нет профсоюза, то кто этим занимается, чтобы тоже заявления были собраны, и организация заявилась для того, чтобы ей каждому муниципальному образованию были распределены квоты вот на эти сертификаты, 50-процентные, у кого доходы не превышают полуторакратную величину ПМА, и 100-процентные есть, соответственно, выше или не хотят подтверждать свои доходы, то есть это господдержка, которая идет от поления именно Оренбургской области, то есть региональной. А по федеральной линии это детский туристический кэшбэк, он уже второй год работает, к сожалению, программа эта чуть досрочная, но завершается, вот, и родители, те, кто, соответственно, хотят сейчас, наверное, есть определенные очереди, да, то есть те, кто забронировал места, то есть быстренько стараются воспользоваться, да, потому что вот все, последний день, то есть практически 15 июня, когда можно воспользоваться детским туристическим кэшбэком, и 50% стоимости путевки, но не более 20 тысяч, соответственно, получить возвратом, если ты рассчитываешься по платежной системе МИР, то есть карты МИР. Про детский отдых, я думаю, ну вот исчерпывающе, уже переговорили, хотелось бы немножко, может быть, приятным, хотелось поздравить вас, ведь совсем недавно был день социального работника, и это такой большой праздник, праздник огромного количества людей. Вот сегодня в Оренбушье сколько человек относится к сфере соцобслуживания? Кто празднует этот праздник? Да, кто празднует, собственно говоря. Ну, если говорить только о нашей, так скажем, региональной системе социальной защиты, то у нас в наших подведомственных учреждениях, государственных учреждениях, социального обслуживания, учреждениях, которые предоставляют меры социальной поддержки, у нас работает порядка 7300 сотрудников, да, то есть которые оказывают соцуслуги, меры поддержки. Но мы к соцработникам, конечно, относим и сотрудников пенсионного фонда, и фонда социального страхования, и наши социально-ориентированные некоммерческие организации, и частные организации, которые оказывают тоже социальные услуги в рамках вот партнерской деятельности. У нас их уже таких 14 тоже в реестре поставщиков социальных услуг. Поэтому это все тоже те люди, которые являются социальными работниками. Если вдруг кто-то никогда не сталкивался со службой социальной защиты, когда, вот в каких ситуациях люди могут идти к вам? Ну, в самых, наверное, разных. То есть рождение детей, да, то есть это однозначно. Служба социальной защиты занимается вопросами социальных выплат, да. То есть вы сейчас знаете, что практически от нуля до 16 лет включительно, да, то есть те семьи, которые имеют невысокие доходы, да, то есть ниже двух прожиточных минимумов, на члены семьи могут претендовать на пособие. То есть, соответственно, у нас два вида пособий. То есть в связи с рождением первого ребенка, федеральное пособие в связи с рождением, вернее, с нахождением детей в семье в возрасте от 3 до 7 лет. То есть это тоже по линии Министерства социального развития. Ну и вот последнее пособие 8-16, оно тоже софинансируется из регионального бюджета, но его, скажем, платильщиком выступает пенсионный фонд. Установление, наверное, группы инвалидности. Это тоже наши случаи, потому что и программа, которая говорит о мероприятиях для людей с инвалидностью, там обязательно бывают мероприятия, связанные с социальной реабилитацией, с получением техсредств реабилитации из регионального бюджета. То есть есть у нас и такое направление. То есть это тоже, в общем-то, работа службы социальной защиты. А пожилой возраст, да, то есть люди пожилого возраста, которые не имеют близких родственников, да, то есть которые с ними вместе проживают или в силу определенных обстоятельств не могут осуществлять уход, то, пожалуйста, социальное обслуживание на дому, полустационарное. Стационарное социальное обслуживание – это тоже все, соответственно, социальная защита. Лишение человека дееспособности по решению суда, то есть работа органов опеки и попечительства, то есть это тоже работа социальной защиты, то есть Министерство социального развития является органом опеки и попечительства, то есть эти люди тоже находятся в поле нашего зрения. Предоставление жилья льготным категориям граждан, да, то есть когда, соответственно, сироты стоят в списке нуждающихся, инвалиды, ветераны боевых действий, многодетные семьи, то есть рождаются третьи и последующие дети, то есть предоставление мер социальной поддержки – это тоже история соцзащиты. Ветераны Великой Отечественной войны, да, то есть всякие различные выплаты, их особый учет, да, и контроль этой категории – это тоже органы соцзащиты. Ну, в общем, можно перечислять массу различных случаев, когда человек попадает в поле зрения социальной защиты. Ну и вообще хочется сказать, у нас Оренбургская область, да, порядка там миллиона девятьсот человек, вот миллион семьсот – это люди, которые у нас находятся в электронном социальном регистре населения. Из этого миллиона семьсот – порядка шестидесяти пяти процентов от этого количества – это те, кто пользуются мерами социальной поддержки, социальными услугами, да, то есть остальные – это члены семей, на которые тоже, бывает, распространяются меры социальной поддержки. Поэтому практически вся область попадает в поле зрения службы социальной защиты. Вот если про выплаты, про деньги – это достаточно понятная тема, да, то есть всегда можно, ну, узнать, сколько денег тебе, собственно, положено, их получить в последнее особенное время совсем не так сложно, то вот с услугами и непосредственно с, так скажем, помощью всегда эта история потоньше. Ведь, как сказать, наверное, помощь, может быть, нужна разная, наверное, люди разные, да. Вот насколько это гибкая тема, насколько социальные службы сейчас готовы, так скажем, подстраиваться, да. То есть, может быть, кому-то и денег не надо, а нужно, я не знаю, там, полы, поговорить с этой бабушкой, которая одна живет, да. То есть, вот как вот это выглядит, как это решается, как определяется, как вот эту помощь получить и насколько она может быть разнообразна. Ну, несмотря на то, что, казалось бы, социальная защита, да, и вообще день социального работника, социальный работник ассоциируется, как правило, с услугами, да, то есть с теми людьми, которые приходят и оказывают услугу. И чаще всего ассоциируется именно с доставкой продуктов, да, там, с лекарственных средств, а поговорить вот то же самое. То есть, это, так скажем, ну, истоки именно социальной защиты. Но, тем не менее, то есть и закон у нас уже трансформировался, да, то есть он у нас уже новый был принят, и немножечко изменилось понятие, то есть кто может обращаться за социальными услугами. Градированы теперь эти формы социального обслуживания, да, их три у нас. Это надомная, полустационарная и стационарная. А видов социальных услуг, то есть их, конечно, очень много. И более того, в каждом виде, например, там, социально-бытовые услуги, да, есть еще масса подвидов, да, то есть что включает в себя социально-бытовая услуга? Это и доставка продуктов питания, это, о чем вы говорили, полы помыть, да, то есть это и какие-то там услуги, связанные, а кто живет особенно в селе, имеет там приусадебный участок, то есть с такими работами. Ну, это и оплата коммунальных услуг, это и содействие, соответственно, в тем, чтобы записать к врачу, да, там, попасть в какое-то лечебное учреждение. Да, вернуть к врачу или нет. Это да, и услуги как раз машины, и особенно те, кто пользуется колясками, то есть это тоже все социально-бытовые услуги. Есть социально-медицинские, социально-педагогические, когда мы работаем с трудными подростками, да, есть социально-реабилитационные, где мы работаем с детьми-инвалидами. Но, опять же, для того, чтобы определить, какие конкретно нужны услуги, начинается с того, что, да, человек подает заявление, к нему приходит специалист комплексного центра, общается, то есть понимает, то есть что необходимо человеку, да, то есть действительно либо только услуги, связанные с коммуникационным потенциалом, да, то есть потому что общаться не с кем, или все-таки социально-бытовые тоже нужны, вот. Либо если в семье ребенок-инвалид, да, там еще сложнее. Надо понять, нужны услуги только ребенку, или маме тоже нужны услуги. И мы в этом году внесли изменения, и у нас предусмотрены теперь услуги не только для ребенка-инвалида, но и для родителей, которые в этой семье живут, чтобы тоже им помогать. То есть у нас для этого есть в комплексном центре психологи, которые работают с этими семьями. То есть когда определяется, что необходимо семье, дальше документы передаются в наше министерство, потому что только органы социальной защиты могут определить, нуждаемость в социальном обслуживании, и, соответственно, вынести решение о признании нуждающимся, и на основании этого решения уже заключается договор, в котором уже расписываются конкретные услуги. Договор – это уже сделка, да, это уже подписывается с тем человеком, он еще раз смотрит, да, ему вот именно это необходимо, и потом уже идет сам процесс оказания социальных услуг. Оплата за эти услуги есть или нет? Как это происходит? Ну вот опять для понимания зрителей, да, то есть, а то, знаете, я так думаю, что после этого эфира практически все, кто вышел на пенсию, начнут звонить вам, говорят, так, мне тут это, полы помыть, до магазина дойти. Да, оплата тоже есть, она предусмотрена законодательством, у нас установлены тарифы на социальные услуги, причем они тоже есть у нас и в гарантированном перечне услуги, и платные так называемые услуги. Вот то, что идет в рамках гарантированного перечня, есть категории, которым услуги предоставляются бесплатно, да, например, там, дети-инвалиды, вот, родители детей-инвалидов в части реабилитационных услуг, ветераны Великой Отечественной войны, вот, то есть дальше услуги оказываются на условиях частичной оплаты, то есть, но бесплатные они еще для тех, у кого доход не превышает 150% прожиточного минимума. То есть, каждый конкретный случай взимания платы, размера зависит от перечня услуг, да, то есть, соответственно, от стоимости услуг и от размера дохода среднедушевого, который есть в семье. Наверное, еще один момент, я вот пытаюсь себя поставить на место социального работника, и мне, если честно, страшно, потому что мы понимаем, что, как правило, за помощью идут люди, которым тяжело, то есть, у которых много горя, много боли, может быть, не самый лучший характер из-за болезни, не самое лучшее, может быть, состояние даже из-за болезни. Насколько сложно вообще в психологическом плане найти сотрудника соцзащиты, особенно, ну, вот, так скажем, хорошего сотрудника, которым будешь гордиться, что вот у нас есть такой. Ну, конечно, хороших сотрудников найти непросто. Более того, то есть, у нас и в зависимости от того, какие услуги оказываются, да, то есть, есть определенная градация в социальной защите. То есть, если работник оказывает только бытовые услуги, да, то есть, ну, принес продукты, принес лекарства, принес там еще что-то, убрался, у нас этим занимаются работники Бюро бытового обслуживания, ну, то есть, вот так называется эта категория сотрудников. Те, которые помимо, вот, социально-бытовых услуг оказывают еще и социально-психологические услуги, да, которые могут вывести и снять вот это состояние напряженности, существующие в связи, там, с одиночеством, болезнями, да, там, родственники далеко, это уже вот именно социальные работники, которые поименованы в указе президента, у них определенные уровни заработной платы, вот, есть специалисты по социальной работе, это как раз вот те, кто работает больше на оказание полустационарных услуг, да, то есть, это когда люди к нам попадают в учреждение или мы к ним выходим, но здесь уже есть узкопрофильные у нас специалисты, да, то есть, допустим, психологи, которые работают с определенным контингентом, то есть, в зависимости от того, какой вид услуги оказывается, соответственно, такие сотрудники его и оказывают. Ну, подбор, конечно, осуществлять бывает непросто, вот, потому что, ну, действительно, чтобы быть социальным работником, надо и уметь пропустить через себя, да, и в то же время каким-то образом дистанцироваться, иначе ты на первом, втором, третьем получателе социальных услуг, да, уже, в принципе, ну, размажешься, я бы так сказала, а им надо действительно, то есть, и посочувствовать, и при этом помочь, вот, и при этом не навредить ни себе, ни им, то есть, да, конечно, задачи всякие разные. Поэтому бывает, мы ищем достаточно долго хороших, нужных специалистов, но тех, кого находим, конечно, директора учреждений стараются удержать и в стационарных учреждениях, и в комплексных центрах. И вот мы сейчас, в частности, развиваем, как бы, новый вид, больше у нас уклон идет на полустационарное социальное обслуживание, да, то есть, если, например, человеку не нужно, чтобы ему принесли продукты, он и сам это сделает, но он хочет общения, да, то есть он хочет развить какие-то иные навыки и способности, да, особенно это касается людей пожилого возраста, людей с инвалидностью, чтобы они не потеряли себя, да, там закрылась одна дверь, но должна открыться другая. Вот, для этого у нас сейчас новые, как бы, формы, мы это называем технологией, то есть системы долговременного ухода, где мы планируем развивать именно на базе отделений дневного пребывания, то есть вот такую форму обслуживания, где люди приходят, где люди не просто там пришли, поговорили, да, но как-то ненадящего, да, то есть им оказали и досуговые услуги, и услуги по повышению коммуникационного потенциала, и психологические услуги, и по адаптивной физкультуре услуги, ну, то есть как бы вот комплексно оказали те или иные виды услуг, то есть и продолжительность тоже оказания этого полустационарного обслуживания тоже самая разная. Она может быть достаточно короткая, там, 2-3 часа, а может быть и более 4-х часов, то есть тогда уже здесь есть и социально-бытовая услуга, связанная с питанием, да, то есть потому что, ну, люди находятся долгое время в учреждении, и их нужно, то есть им нужно предложить какие-то варианты, да, то есть горячего питания. Поэтому вот такие новые формы, где человек вырывается из своей привычной среды, да, то есть с одной стороны она привычная, с другой стороны она гнетущая, потому что сидишь целый день дома, и кроме телевизора, и в лучшем случае кота, да, у тебя никого нет. А здесь ты приходишь и понимаешь, что жизнь продолжается, да, то есть есть другие такие же активные люди, которые там готовы вместе с тобой взять скандинавские палки, да, то есть и заняться ходьбой, то есть готовы с тобой попеть, повязать, там еще что-то поделать, то есть пообщаться, да, то есть поговорить с интересными людьми, которые тоже к нам в эти вот отделения приходят, дневного пребывания. Поэтому это, в общем-то, хорошая форма, и она сейчас пилотируется в ряде субъектов. Мы, к сожалению, не пилот, но тем не менее мы тоже эти вот стационарно-размещающие технологии в 11 территориях, то есть тоже начали, и теперь смотрим. Это, в общем-то, я думаю, будет нужно и востребовано. То есть если говорить совсем грубо, совсем, может быть, просто, да, это возможность с одного бока жить более полной жизнью, с другого бока не переселиться окончательно, так скажем, под опеку государств, в интернат, дом, престарелых и так далее. То есть это и независимость моя сохраняется, да, и одиночество моё преуменьшается. Ну, это поэтому и называется стационарно-замещающая технология. То есть она даёт возможность не уперяться в тупик, да, то есть я живу один, помощь мне нужна, но я уже не справляюсь, да, то есть у меня вот в лучшем случае меня ждёт интернат. А это как раз вот возможность и остаться в привычной своей среде. Люди пожилые тем более, ну, неохотно, да, то есть уходят из привычной своей среды, из своей квартиры, со своего двора. Но в то же время, то есть они немножечко вот уходят от этого одиночества, от вот четырёх стен и понимают, что, да, жизнь продолжается, то есть есть общение, есть какие-то другие интересы, и его правильно учат, да, то есть лечебному питанию, да, то есть правильному, какой-то определённой там физической нагрузки, да, то есть что, ну, никакое заболевание, да, не препятствие для того, чтобы сделать там те или иные упражнения и поддержать, то есть состояние здоровья, то есть вот в соответствующем возрасте. Поэтому, да, это очень интересная форма работы, и я думаю, что она будет, в общем-то, внедрена по всей стране, потому что задача у нас не только точечная работа с теми, кому нужны услуги, да, там, социально-бытовые, вот о чём мы начали, а чтобы вовлечь достаточно большое количество людей пожилого возраста вот в круг общения между собой, ведь главное – толчок, да, потом они даже уходя из наших учреждений, тем более сейчас гаджеты позволяют, и наша компьютерная грамотность помогает, то есть люди начинают общаться в соцсетях, да, то есть объединяются уже волонтёрские определённые группы, то есть те, кто был нашими получателями социальных услуг, наоборот становятся те, объединяются и помогают тем, кто, соответственно, дальше нуждается в социальных услугах, то есть это очень интересный такой процесс среди тех, кто, как мы называем, там, 65+. Очень часто, когда мы смотрим какие-то иностранные фильмы, мы, в общем, можем видеть и понимаем, что там поставщики социальных услуг – это не только государство, но и там частный бизнес, да, который предлагает какие-то формы, да, ну, то есть любой каприз за ваши деньги, что он называется. Вот у нас в Оренбурге частный бизнес до этого дошёл, пришёл или пока, в общем, нет, и это по-прежнему такая миссия государства, которая не про бизнес, не про деньги, а именно про заботу. Ну, здесь эту историю можно как бы рассматривать с двух сторон, да, то есть с одной стороны это те, кто хочет прям быть поставщиком социальных услуг, да, то есть оказывать наравне с государственными учреждениями социальные услуги. Здесь тоже требования законодательства, что они должны быть обязательно в реестре поставщиков социальных услуг. У нас в этом реестре 14 уже сейчас организации, но 13 – это некоммерческие организации, то есть, по сути, в основном, то есть это организации, которые оказывают полустационарные социальные услуги, вот, больше даже уклон на вот реабилитационные, социально-реабилитационные услуги. Есть организации, которые оказывают и стационарные услуги И вот одна организация, это у нас частное учреждение То есть это наше марсовое поле, которое оказывает стационарные услуги Как раз для граждан пожилого возраста Хотелось бы, конечно, большего расширения этого реестра поставщиков Но пока вот что есть, то, соответственно, есть И есть история, это, конечно, различных видов благотворительных пожертвований, помощи Здесь она, можно сказать, гораздо шире Каждый комплексный центр имеет своих, так скажем, благотворителей, своих спонсоров Которые, ну кто-то хочет даже остаться просто анонимным Просто определяет категорию тех людей, которым окажут помощь Ну и, наверное, самый живой пример, это, наверное, новогодние То есть праздники, когда ребеночек в каждой семье Он уже не объяснит, что мы живем в той семье, которая не может позволить дорогой подарок Как раз здесь для этого существуют жертвователи Которые помогают, то есть каждому комплексному центру Либо отдают подарками, либо перечисляют денежные средства на покупку подарков И затем уже комплексный центр, то есть, соответственно, многодетным семьям Семьям с ребятишками с ограниченными возможностями Оказывает эту поддержку С благотворителями потом, соответственно, показывает результаты своей работы Ну вот такие взаимоотношения, да, они существуют на уровне каждого нашего подведомственного учреждения Есть у нас свои попечительские советы и те, кто оказывают пожертвования То есть формы там, конечно, поддержки самые разные И вот ковид, который был, тоже подсказал именно Что вот эти формы государственно-частного партнерства, они возможны Когда нужны были продукты питания То есть даже иногда не столько продукты, сколько дополнительные люди Которые помогли бы разнести руки, да, потому что люди были закрыты, да То есть выходить было нельзя из дома, а надо было доставить Поэтому, ну, всякие различные формы, в том числе и поддержки благотворителей Тоже вот мы, так скажем, совместно откатывали Про волонтеров Вот как раз-таки это, наверное, еще одна ветка Про которую периодически мы слышим, но не очень понимаем, как это все может работать Появляются ли объединения добровольные людей, которым деньги не нужны Но которые готовы помогать в чем-то Неважно, руками разносить, развозить, вести какую-то реабилитацию По каким-то, может быть, направлениям, да Курировать какие-то проблемные, может быть, истории Вот они есть, и еще один, наверное, момент А всегда ли они, может быть, профессиональны? Вот тоже такой Ну, вообще волонтерское движение, оно сейчас в тренде, да То есть оно достаточно активно Что касается нашего сегмента У нас, в общем-то, практически все организации Которые в той или иной форме волонтерской деятельности участвуют Ну, вот порядка 53 учреждений у нас Те, которые прям заключены соглашение с волонтерскими организациями Восемь учреждений у нас работают без заключения соглашения Но взаимодействуют с волонтерскими организациями У нас получается, что в 23 территориях созданы прям волонтерские отряды На сегодняшний день где-то порядка 1010 волонтеров Которые вовлечены и совместно с комплексными центрами взаимодействуют Из них практически половина – это, конечно, серебряные волонтеры Вот о чем я говорила, что людей, которые попали в поле зрения То есть получали полустационарные услуги То есть они постепенно сами становятся достаточно активными И уже работают как волонтеры То есть волонтеры серебряного возраста – это наша история Люди объединяются в отряды Им хочется чего-то интересного И у нас в учреждениях есть разные проекты То есть где-то это просто танцуют или занимаются зарядкой То есть волонтеры вовлекают таких же пожилых людей Где-то у нас же учреждения работают с понедельника по пятницу Если не стационарного плана учреждения А в выходные дни люди остаются одинокими Как раз вот есть интересные такие программы Когда волонтеры именно в выходной день Работают с получателями социальных услуг на дому Есть волонтеры, которые занимаются активным образом жизни То есть продвигают вот это направление Поэтому проектов волонтерских у нас, конечно, очень-очень много Каким-то праздником большим То есть помогают тем же соцработникам Охватить тех, кто не стоит на социальном обслуживании Оно является ветераном Великой Отечественной войны То есть к 9 мая очень востребована эта акция заботы В которой участвуют и наши работники комплексных центров И как раз волонтеры Поэтому, да, волонтерское направление очень интересное И отрадно, что у нас вот именно в нашей службе Вовлечены те же пожилые люди То есть 65+, которые являются активистами и волонтерами Спасибо вам огромное, что нашли время Пришли в нашу студию Хочется еще раз поздравить вас с вашим недавним профессиональным праздником И поблагодарить за то, что вы делали Спасибо Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok